Иногда происходит таким образом, что у вас расклад клавиатуры, допустим, расположенная в нижней части вашего рабочего стола, вправо, вот эта, каким-то образом исчезла. Вот у меня, допустим, здесь клавиатура исчезла, я попытался ее восстановить, но почему-то у меня не вышло. Для того, чтобы быстрее эту проблему решить, есть такая программа, она предназначена не только для выполнения данной функции, вот как она называется, Punta Switcher. Давайте откроем ее настройки. Эта программа, прежде всего, повторюсь, очень пригодилась, маленькая программка для восстановления значка раскладки клавиатуры на вашем рабочем столе. Но она имеет определенные функции, мы можем посмотреть основные, здесь автопереключение можно включить, показывать плавающий индикатор, так далее, тому подобное, кто хочет, тот посмотрит. Горячие клавиши можно выбрать, правила переключения, программа исключения, устранения проблем, автозамена, звуки можно в соответствующей галочке поставить и убрать дневник. Видите, что она предлагает дневники сохранять все тексты, набираемые клавиатуры и предотвратить потерю. Что мы еще имеем? Дополнительные функции имеем? Исправлять аббревиатуры, исправлять две заглавные буквы. Ну, достаточно небольшая программа, очень удобная, направленная, прежде всего, еще раз повторюсь, на восстановление раскладки клавиатуры на вашем рабочем столе, если она каким-то образом исчезла. Есть, допустим, еще такая программка, как Arum Switcher, которая вроде бы, в принципе, аналогична и Punta Switcher, но имеет определенное отличие, как они говорят. В отличие от Punta Switcher, переключения происходят только по вашему приказу. Не знаю, может быть, так оно и есть, но вот эти приказы, на мой взгляд, в Punta Switcher можно отменять, либо снова устанавливать. Ну, такие полезные программки, если каким-то образом, еще раз повторюсь, у вас исчезла раскладка клавиатуры на рабочем столе.